Здравствуйте, это снова прямое включение, ребенок орет, папаша тоже играет на бэкс-ком, и вот я вижу, что тут кто-то, кто-то снова вскрылся, соперник явно не собирается идти в атаку, ну и нам некуда торопиться особо, мы вот так вот овервотч поставим, а снайпера, снайпером потихонечку, 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 будем вот так вот подбираться сбоку, вот, я обычно люблю проделывать такое, ну почти на всех картах, где это возможно, против всех тех, кто любит в пилотах побыть, подождать, пока я высунусь и начать свои какие-то активные действия, как бы агент подойдет, и он уже пристрелит ключевую фигуру, без которой вся тактика сразу же порушится, вот, так что лучше не отсиживаться в глухой обороне на споте, на своем, лучше вот повсеместно ввести разведку, где только возможно все карты, чтобы ее контролировать, вот, а иначе, вот, опытный игрок, он вас просто, на вашем же споте вас убьет, как бы вы не ныкались, и все, и все, сейчас я попробую продемонстрировать, как это полно, так сказать, в этом видео я попробую показать, описанную мной ситуацию, так, сейчас, наверное, вот все-таки сюда, я вообще пока никого не вижу, какой-то странный, какой-то очень-очень странный, что ж, посмотрим, да, наступать лучше так, что вот, если с этой стороны меня никто не сможет атаковать, от сила тоже никуда не подойдет, бога, тут край карта, значит, единственное, откуда меня можно атаковать, это вот-вот отсюда, сверху, так же следует учитывать, когда идете в атаку, вот так, то, продумывайте варианты, откуда, с какой стороны именно вас потенциально могут нагнуть ваш отряд, вот, мой отряд могут нагнуть только сверху, да и то, у меня тут все за укрытиями, тут, вариантов для атаки очень мало, поэтому, посмотрим, даже, даже, вот, можно немножко, немножко, так-то само, подбразнить своего соперника, вот, чтобы он не стал сидеть и начал атаковать, но однако он добился того что я вообще не знаю кто у него в отряде это пожалуй единственный респект для него опять никого нету идти вперед лучше теми у кого много хитов или вообще штурмовиком со способностью который обладает способностью молниеносный рефлексор постоянно забываю название так сморать снайпера лучше чуть назад потому что он уязвим для всех атак и и и вообще хитов у него меньше чем у сестра хотя и у крыть я всегда помню в общем как только я смогу найти нашего ныкова еще и нашего трусливого соперника я сразу же включил и так я поздно включил так скажем а но я своего соперника сейчас скажу своего соперника он в итоге круг сделал и теперь он здесь с тремя сектоидами охотником и агентом тоже о у меня теперь они здесь то есть они круг такой сделали так как они все в титане они не могут быстро бегать на овервоч встали наверное суки такие ну ладно сейчас тихонько подсчитаем и подойдем все аккуратненько сделаем ну даже высветим вот вот и в таких случаях когда брак рассчитывает что ты придешь на позицию и подставишься можно использовать сестра же конечно вряд ли то что он будет кого атаковать но все равно психилл существует для того чтобы занять позицию выгодную тебе удобную это гарантия того что тебя не расстреляют вообще психилл дает как полное укрытие 40 дп и вот он сейчас со своей багованной меткостью он ничего не сделает сейчас скорее всего мы увидим его так сказать то как его отряд постепенно одним за одним упадет сейчас достать войска или убежит опять назад а мы готовность не очень хороший ход естественно под дебаф под капаумия шансы хороши но наверное сейчас промахнется да как я и говорил ну ничего другой раз да еще раз и такое бывает и такое бывает бывает по два промаха подряд как сейчас но ничего ничего минус 6 урона сейчас мы увидели как можно разрушать сектоидами не только стены но и машины и того мы ему нанесли 11 урона взрывом и дебафом можно только представить какая у него сейчас низкая меткость будет по моим солдатам низкий шанс попадания все за полными укрытиями ну да попадешь ты конечно а попал сука попал но сейчас то не попадет и 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 ну и если Я считаю, такая игра не очень красивая, не очень хорошая. Так получается в таком случае. И вообще, в общем, не приветствуется это. Окружаем и бьём. Что, назад пойдёшь? Что, назад пойдёшь? Ему бы, когда я появился, сектой бы меня как-нибудь прижать или попробовать хотя бы как-нибудь попасть. У него тогда был бы шанс, но сейчас у него шансов нет абсолютно никаких. Вот. Ему в жизни осталось только вот на дебаф. Если он сейчас никуда не убежит, он труп. Даже сектой-то может его убить. Пробедащим течение оставить. А, нет. Решил тут салтовывать. Мимо, конечно. Конечно. Всё, это ГГ, как говорится. Что вам у кого-то ещё? Да, вон и два сектойда несчастных. Минус один. Минус один. Да, и такое бывает. Какая-то... Какая-то карма, что ли? Я не знаю, но... 95% и мимо. Это слишком часто случается. В общем... А вот этот почему-то попал. Хотя у него шанс намного ниже был. Такое тоже бывает в XCOM. Довольно интересная битва получилась. С промахами. С промахами тактическими и прочими. То есть... Вы увидели... Промахнуться может каждый даже 90-какий процент. Ну правильно, низ тоже. Так что... Очевидно, мой соперник просто... Просто-напросто всё потянет время. Потому что у него осталось... Осталось один или два сектоида. И всё. Ну а я на этом с вами... Говорю вам... А, нет. Сейчас Халку убьёшь. До свидания, говорят Халку. А, ещё один. Вот. У кого больше хитов, тем лучше идти вперёд. Ну... Слава богу попал. Встретимся в аду. Вот. Теперь... Теперь можно точно сказать, что до свидания. Спасибо за просмотр. Надеюсь, моё видео было хоть как-то полезным. Вот. И... Чему-то научило. Особенно тех, кто любит ныкаться на базе. И хера не делать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok